24 июля в парке за кинотеатром Горняк прошло открытие новой скейт-площадки. Организаторы пригласили на мероприятие всех тех, кто любит экстремальные виды спорта. Пришло много магаданцев и после торжественного открытия начались соревнования среди спортсменов. Сначала ребята катались и делали разнообразные трюки на самокатах, затем на скейтбордах и велосипедах. Занимайтесь спортом, но самое главное, чтобы здесь не было ни одной травмы. Спасибо дорожникам, вот такого качества в асфальте сделали здесь, в городе нигде нет. Поэтому тоже большое достижение, будем стараться, чтобы на улице города такой же качественный асфальт был, как и у вас. Раньше ребята могли тренироваться на старых самодельных фигурах и палетах, но благодаря Ивану Дзюби сейчас в парке стоят отличные, разнообразные, а самое главное, безопасные платформы. Именно у Ивана появилась идея об облагораживании скейт-парка. За помощью он обратился к депутату областной думы Петру Голубовскому, который полностью поддержал эту идею. Затем информация попала к губернатору Сергею Носову. И вот так у нас в городе появилась новая скейт-площадка. Также раньше там был асфальт в плохом состоянии. Везде лежали стекла и можно было легко пораниться. Поэтому муниципалитет в свою очередь занялся укладкой нового асфальта в парке на сумму свыше 3 миллионов рублей. Я уверен, что таких площадок или подобных интересных площадок в Магадане, в Магаданской области будет больше. Я вас поздравляю, еще впереди половина лета. Я думаю, что эта площадка будет пользоваться популярностью и будет возможность получать удовольствие. В мэрии Магадана состоялась очередная прямая линия. Провел ее глава областного центра Юрий Гришан. Жители города уже привыкли, что некоторые проблемные вопросы могут разрешиться, лишь обратившись в муниципалитет напрямую. Но не все обращения имеют положительные перспективы. Так, звонок переехавшей в Магадан жительницы поселка Дукат с просьбой разрешить арендовать землю во дворе многоквартирного дома по улице Якутской по 20-тонный контейнер с личным имуществом привел главу города к необходимости разъяснить, почему это невозможно сделать в столице субъекта федерации. Вы видите, идет дождь. Если дождь, это гидравлическое испытание всех наших систем ревневой канализации, кровли, стоков, межпанельных швов. На самом деле, это, еще раз говорю, гидравлические испытания. Это значит, по всем протечкам, которые сегодня обнаружены, должны выйти специалисты управляющих компаний. Фонд капитального ремонта должен посмотреть, как там 2, 3, 4, 5 лет назад были выполнены работы на штокровле. По капитальному ремонту делается не на год, не на два, а на 15-20 лет. Поэтому сегодня вот такой мониторинг того, что было сделано ресурсниками за последние годы. Поступили звонки и по частному сектору, в частности с лесного переулка. Там необходимо разбираться с соседями, так как зачастую забор люди ставят не там, где имеют право, а там, где захотят. А в таком месте, например, надо ставить опору для электролинии. Есть и вопросы к некачественной работе управляющих компаний. Например, отсутствие ремонта в подъезде многоквартирного дома. По самым сложным или острым проблемам, градоначальник после прямой линии планирует личный выезд на место с целью проверки изложенных фактов оценки ситуации и скорейшего ее разрешения. На Колыме продолжается иммунизация населения. По плану, врачи должны привить более 47 тысяч человек. На данный момент привили 50%. Сейчас процесс вакцинации проходит волнообразно. Бывают дни, когда колымчане активно идут в поликлиники. В основном это связано с тем, что скоро им нужно будет улететь туда, где требуется справка. Но после таких дней, как правило, начинается резкий спад. Однако с конца прошлой недели по сегодняшний день идет хороший рост привитых жителей. Несколько коллективов, так сказать, провакцинировались. Индивидуально люди тоже ревакцинируются. То есть это идет полным ходом. Пожалуйста, мы приглашаем всех, как и на первую вакцинацию, так и на вторую. Если это коллектив, то к коллективу приезжает медсестра с фейшером, медсестра с врачом. Врач осматривает тех по списку, у кого представили на вакцинацию. Соответственно, выявляет показания или противопоказания к ней, заполняет необходимые анкеты, согласия. А медсестра ставит, так сказать, вакцину. То же самое, только здесь в стационарных точках происходит то же самое. Напомним, сейчас в Магадане доступны две вакцины. Гам-ковид-вак, она же спутник ВИ, и Кови-вак. Сейчас препарата хватает, но если появится необходимость, то его привезут еще. Сегодня в городском отделении полиции прошел брифинг, где сотрудник правоохранительных органов рассказал о преступлениях, связанных с хищением автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Согласно статистике, с начала этого года в Магадане было зарегистрировано 80 заявлений о краже различного вида транспорта. Чаще всего заявляют о пропаже велосипедов. Ежедневно сотрудники полиции, заступая на службу по охране общественного порядка, проводят профилактические беседы с гражданами по недопущению оставления своего имущества без присмотра. В случае обнаружения на улицах велосипедов и другого вида транспорта без присмотра сотрудниками полиции, устанавливаются владельцы, принимаются меры, направленные на недопущение хищения данного имущества. Полицейскими отрабатываются ориентировки по установлению лиц, причастных к ранее совершенным преступлениям данной категории. В раскрытии преступлений данной направленности помогают записи с видеокамер, показания, свидетели, проверка места возможного сбыта похищенного имущества. Единственный гарантированный способ не стать жертвой кражи такого рода имущества – это не оставлять свое имущество без присмотра. После покупки велосипеда нужно сделать гравировку на нем, а также хранить чек из магазина и фотографии в отдельной папке, так как это значительно облегчит поиски и докажет ваше право собственности. Что касается автомобилей, то в этом случае необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности, а именно не оставлять машину на улице без присмотра, не оставлять открытые окна, двери и не забывать ключ зажигания в машине. Если транспорт все же покидали, то ничего не предпринимайте сами. Самое главное в такой ситуации – это позвонить в полицию и заявить о пропаже. Полтора месяца в редакции печатного издания Медиахолдинга «Вечерний Магадан» идет ремонт. Журналисты ждали его не одно десятилетие. Помещение пришлось полностью освободить от компьютерной техники и мебели, но выпуск главного магаданского еженедельника не остановился и не задержался ни на день. Телевизионному подразделению Медиахолдинга пришлось временно принять коллег на своей площадке, но, как говорят, в тесноте, но не в обиде. Во-первых, глаз радует ремонт уже, лед тронулся, господа присяжные. Теперь уже парадом командует подрядчик там. Все, что можно было сломать, все негативное уже, в нашем впечатлении, сломано, теперь только созидается. Очень приятно, что теперь все, проводка будет совершенно новая, не та старая алюминиевая труха, которая была. Это все будет теперь и эстетически, и для здоровья, и еще с точки зрения пожарной безопасности будет все правильно. Правда, в любой бочке меда может оказаться и ложка дегтя. Сегодня в помещении вечернего Магадана, где приутились все сотрудники на период ремонта, в одном из кабинетов частично обвалился потолок. Обошлось без трав. Дело в том, что дом по Карла Маркса 33-15 постройки начала 40-х годов прошлого века, с деревянными перекрытиями и засыпанными полами. Все это дает о себе знать. Но ничего, теперь телевизионщики вечернего Магадана живут надеждой, что и у них когда-нибудь сделают ремонт. Недавно в региональном правительстве прошла конференция, посвященная репродуктивному здоровью колымчан. Всем известно, что в России действуют различные государственные программы охраны женского здоровья. Но для мужчин ничего подобного нет. Проект «Сила Магадана» реализован группой специалистов при поддержке губернатора региона Сергея Носова. Эта программа позволит применить современные медицинские практики и привлечь лучших врачей страны по мужскому и репродуктивному здоровью. Для начала планируется ввести бесплатную диспансеризацию мужчин до 49 лет, один раз в 4 года, и сертификат молодой семьи, в рамках которого вступившие в брак супруги получат возможность бесплатно провести обследование своего репродуктивного и генетического здоровья. Внедрение профилактических систем по укреплению мужского здоровья даже на базовом уровне поможет на 5-10 лет поднять коэффициент рождаемости на 1,5 пункта и сэкономить около 40% всех средств, направляемых на решение демографических проблем медицинским путем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова